Добрый день, граждане Республики Казахстан. Меня зовут Беляла Сергеевна. Это мой контактный телефон. Провожу консультацию по пенсионному обеспечению. Стоимость консультации 15 тысяч тенге. Хочу вас познакомить со стандартом государственных услуг назначения пенсионных выплат по возрасту или солидарной пенсии. Итак, наименование услугодателя. Территориальное подразделение, комитет труда, социальной защиты, иммиграции, министерства, социальной защиты, населения Республики Казахстан. Далее услугодатель. Эти стандарты я выкладывал на своем телеграм-канале. Ссылка будет в описании. Вы можете зайти, скачать этот стандарт. Или написайте мне на WhatsApp, вот на мой сотовый телефон. Можете написать на WhatsApp, я вам вышлю этот стандарт, чтобы вы понимали, каким пользоваться. Итак, далее. Способы предоставления государственной услуги. Некоммерческое общественное акционерное общество, государственная корпорация, правительство для граждан. Далее, государственная корпорация. Веб-портал электронного правительства. ЕГОВ.КЗ. Далее, портал при получении информации о назначении пенсионных выплат по возрасту. Срок оказания государственной услуги. 10 рабочих дней. Срок оказания государственной услуги продлевается при наличии оснований для проверки достоверности предоставленных документов, в том числе из информационных систем на 5 рабочих дней. При необходимости истребования дополнительных документов до 30 рабочих дней. При этом государственная корпорация уведомляет заявителя о необходимости предоставления дополнительных документов 5 рабочих дней. На портале 30 минут с момента поступления электронных запросов в информационную систему. Максимально допустимое время ожидания для сдачи пакетов документов государственной корпорации 15 минут. Максимально допустимое время обслуживания государственной корпорации 30 минут. Поэтому в соответствии с законом вас должны консультировать бесплатно по назначению пенсии. Но имейте ввиду, что срок ограничен. Более чем получаса с вами работать просто не могут. Чтобы вы понимали. Иначе человек может один целый день просидеть. Далее. Форма оказания государственной услуги электронная или бумажная. Результат оказания услуг. Уведомление о назначении, отказе о назначении, пенсионных выплат по возрасту по форме согласно приложению 30 к настоящим правилам. Форма предоставления результата оказания государственной услуги электронная или бумажная. На портале информационная информация о назначении пенсионных выплат по возрасту направляется в личный кабинет услугополучателя в форме электронного документа, удостоверяющего электронную цифровую подпись, далее ЕЦП, уполномоченного лица услугодателя. Результат оказания государственной услуги выдается при предъявлении документа, удостоверяющей личность при личном посещении услугодателя или его представлением по нотариально заверенной доверенности на основании расписки о приеме соответствующих документов. Государственная корпорация информирует услугополучателя о принятии решения посредством передачи смс-оповещения мобильного телефона услугодателя. Когда вы сдаете документы, вам выдают расписку. Вот эта расписка, она является подтверждением того, что вы документы сдавали, чтобы вы понимали. Дальше. Размер оплаты, стоимость взаимаемой за услугодателя при оказании государственной услуги, способ ее взаимания в случае предусмотренного законодательства РФ Казахстана. Государственная услуга оказывается бесплатно физическим лицам. Далее. График работы. Прием осуществляется в порядке электронной очереди по месту регистрации услугополучателя. Без ускоренного обслуживания возможно бронирование электронной очереди посредством портала. Портал круглосуточно, за исключением технических перерывов, связанных с проведением ремонтных работ. Адрес, место оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсах. Министерство ЕНБЕГ.ГОФ.КЗ, раздел государственной услуги или государственная корпорация ЕГОФ.КЗ. Услуга получатель или представитель по нотариально заверенной доверенности. При обращении для оказания государственной услуги представляется заявление по форме приложения номер 1 к настоящим правилам. И при обращении за назначение пенсионных выплат едино-накопительного пенсионного фонда. База пенсий, пенсионных выплат по возрасту представляется одно заявление. по форме приложения номер 2 к настоящим правилам следующие документы государственным корпорациям что представляется перечень документов документ удостоверяющий личность до удостоверение лица без гражданства вид на жительство иностранцу удостоверение урал мана до получения гражданства республика астан требуется идентификация личности первый документ удостоверения личности 2 справка о суммах дохода выплаченных физическому лицу и существенных с дохода обязательных пенсионных вносов по форме согласно приложения 4 к настоящим правилам а для индивидуальных предпринимателей лиц занимающий частные практики а также физический лиц получающий доход по договорам гражданского правового характера предметом которых является выполнение работ оказания услуг за исключением случая предусмотрен пункта 5 пункта 2 статья 24 закона документ о доходах выданных государственным орган о государственных доходах случае ликвидацией организации предоставляется архивная справка с указанием ответного доходов электронной копии архивная документа удостоверены электронную цифровую подпись выполномоченного работника государственного архива или ведомого архива Внимание! В случае невозможности предоставления архивного документа о среднемесячном доходе, размер среднемесячного дохода устанавливается соответственно доходу, с которого шляпятся обязательные пенсионные взносы в накопительный пенсионный фонд или единнакопительный пенсионный фонд. То есть, если вы не можете найти эту организацию, просто говорите, за какой период вам брать и по вашим пенсионным отчлением ищите доход, просто умножив пенсионные взносы на 10. Все очень просто. Лица работающей российской организации Байконур представляется справка работодателя о доходах в уплощенной валюте Российской Федерации. Дальше неинтересно. Дальше. Документы, подтверждающие трудовой стаж заявителя. Трудовая книжка. Архивная справка. В зависимости от наличия следующих документов. Документ образования. Военный билет. Свидетельство о рождении. Справка о реабилитации. Справка о военном комиссарии о участии в боевых действиях. Решение суда, подтверждающий факт периода ухода за инвалидом первой группы, одиноким инвалидом второй группы и пенсионерам по возрасту, нуждающим в постоянной помощи, престарелым, достигшим 80-летнего возраста, ребенком инвалидом в возрасте до 16 лет. Документ, подтверждающий проживание за границей супруги работника бывших советских учреждений, учреждений Республики Астан Международной Организации. Документ, подтверждающий проживание супруги военнослужащая, сотрудника специальных государственных органов в местностях, где отсутствовало возможность трудоустройства по специальности. Документ, подтверждающий трудовую деятельность в стране, выбывание этнических казахов, выбывших с улицы Астан в целях постоянного проживания на исторической родине. Напомню, что этническим казахам, уралманам, назначается такая же пенсия по возрасту, по стаже до 98-го года, но при этом снизили пенсию многодетным матерям в Казахстане. Дальше. Для подтверждения ухода неработающей матери за малолетними девьми предоставляется один из следующих документов в зависимости от их наличия. Документы, удостоящие личности детей, свидетельство о браке ребенка, аттестат об окончании учебного заведения, свидетельство о смерти ребенка, если он умер, к сожалению. Документ, подтверждающий прохождение воинской службы детей. Свидетельство о браке, если менялась фамилия, в случае назначения пенсионного по возрасту женщинам, родивших, установивших пятеро и более детей, нужны такие же документы, как подтверждение по уходу за ребенком. То же самое. Далее. Есть основания на отказ в оказании услуг. Есть контактные телефоны, по которым вы можете звонить и уточнять. Этот стандарт я выложу на свой телеграм-канал bs837713471 или напишите мне на WhatsApp, я этот вам стандарт перешлю. Для того, чтобы вы понимали, именно по этому стандарту производится начисление пенсии по возрасту. Поэтому давайте будем грамотными и получать положенную пенсию нам, потому что мы, каждый из нас, сделал свой вклад в строительство этого государства. В результате чего оно продолжает существовать. А у меня на сегодня все. Доброго дня. Давайте жить богато. Спасибо. Спасибо.